С нами на связи Виталий Сизов и как проходят голосования во втором туре президентских выборов. Виталий, тебе слово. Кстати, сегодня тоже можно агитировать или уже нельзя? Сегодня агитацией никто не занимается. В Стамбуле такая дождливая, прохладная погода, и она отражает то, что происходит. Люди спокойно идут, голосуют. Явка, на мой взгляд, достаточно высокая. Я обошел несколько избирательных участков, было достаточно много людей. Особенность в том, что сегодня действительно день тишины. Как сказал эксперт, стиль агитации в Турции, он совершенно особенный. Избирательная кампания – это что-то особенное в плане шума, в плане наличия наружной рекламы, в плане призывов агитаторов поддержать своего кандидата. Это тут бывает даже доходит до потасовок. Но сегодня улицы полупусты, увеселительные заведения закрыты, работают некоторые рестораны, но это далеко не вся сфера торговли. В принципе, полудремота такая, день голосования, день тишины, можно сказать. И все спокойно, в отличие от предыдущих дней, когда шла активная агитация, буквально на каждом шагу была реклама, были агитаторы, были призывы, были такие эрдоган-мобили специальные, которые ездили по городу и шумно очень включали специальные патриотические песни, призывали проголосовать за действующего президента. Вот сейчас все спокойно. И то, что мне удалось узнать пообщавшись с людьми, которые здесь живут, они говорят, что первый тур, он проходил гораздо более накаленной атмосферой, и это прямо ощущалось. И студентов готовили к тому, что, возможно, будут какие-то беспорядки, просили закупить продукты вперед, да, если магазины не будут работать. А сейчас все достаточно расслаблено. Я не знаю точно, почему это, с чем это связано. Возможно, с большим разрывом, который был в первом туре, и между тем кандидатом, который занял первое место и второе, и тем, что люди как-то немного успокоились и уже свыклись с результатом, либо по другим причинам. Но все проходит мирно, тихо, спокойно. Судия. Спасибо, Виталий. И еще буквально уточнение, короткое настроение. Говорят ли люди, за кого будут голосовать, если ты интересовался, или там тоже есть такое понятие, как тишина в твоем решении, да? У нас, кстати, нельзя об этом говорить. Ну, насколько я знаю, сегодня нельзя до окончания голосования объявлять какие-то либо результаты. Люди, они открытые в Турции, они общаются, но вот как бы напрямую спрашивать об их политических предпочтениях лучше этого пока не делать, и чувствуя накал в обществе. Но то, что я сказал, явка высокая, участки открылись в 8 утра, они будут до 5 вечера работать, и особенность выборов в Турции, то, что итоги подводят достаточно быстро. Я надеюсь, что уже к полуночи будут какие-то более-менее предварительные результаты, точные, и уже к следующему дню мы уже будем знать имя президента Турции. Спасибо тебе большое. Хочу напомнить нашим зрителям, Виталий Сизов, специальный корреспондент в Европе, который специально приехал, прибыл сегодня в Стамбул, не только сегодня, и вчера тоже он был, и наблюдал, что происходит там, и следит за выборами. И также, Виталий, конечно, будем ожидать с тебя подробностей и завтра, как прошел второй тур выборов президента. Продолжение следует...